Спасибо. 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 Ну, мы знаем, что самая древняя наука – это все-таки философия, и из нее уже, из прародительницы стали произрастать новые науки. Ну, и вот биология рассматривала как приспособление функции организма, его органов и клеток к условиям среды. Это такое общее понятие. Ну, а если мы возьмем в отношении более конкретизированном, то объектом адаптации является непрерывное и активное приспособление человека к условиям, прежде всего, социальной, конечно же, среды. Потому что процесс адаптации мы рассматриваем именно с социального аспекта. Социальная адаптация рассматривается как приспособление индивида к условиям социальной среды. В процессе адаптации личность формируется на начальных этапах развития, трансформируется, изменяется в последующем. Ну, и, естественно, что определенно формируется роль у субъекта, у индивида, который ему предлагает та или иная социальная среда и, соответственно, тому возрасту, в котором ребенок или взрослый находится. Принятие социальной роли как результат данного процесса. Но существует два основных механизма, которые способствуют приспособлению человека к условиям окружающей среды, в том числе и социальной. Это прежде всего ассимиляция, когда интеллектуально индивид включает факторы окружающей среды в свои когнитивные процессы. А аккомодация – противоположный процесс, когда активность уже, собственная активность индивида, интеллектуально в том числе, направлена на когнитивную структуру, которая будет изменять действия и представление в соответствии с новыми обстоятельствами. А здесь посторонние немножко звуки. Ну вот у меня там суфлеры сидят под столом, поэтому не удивляйтесь, пожалуйста, извините, закрывать их смысла нет. Следующее. Что включает в себя социальная адаптация как составляющая? Адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя. Это применимо к любому возрастному периоду, в котором находится человек. Плохо слышно. Следующее. Это успешное общение и адекватное отношение с окружающими. Это в детском возрасте, это как сверстники, так и взрослые люди. Способность к труду, обучению и организации досуга и отдыха. Способность к самообслуживанию и самоорганизации. Изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями. Если меняется роль, то меняется, соответственно, и ожидание и поведение человека. С каких позиций рассматривается адаптация? Это медико-психологические аспекты. То есть те физиологические и психологические возможности человека, а прежде всего это возрастные, то, естественно, что от этого и будет зависеть, прежде всего, уровень адаптации, его диапазон адаптации, ну и, соответственно, сроки адаптации. Это, извините, я отвлеклась, читаю по поводу звука. Дальше. Психофизиологические аспекты – это как раз вот те возрастные особенности физиологических процессов, которые, собственно, протекают в организме человека. Я далеко от микрофона уже достаточно. Следующее. Комплексное изучение состояния адаптации. Ну и адаптация, естественно, что необходимо как процесс именно в тех условиях, которые мы называем стрессом. По определению Ганса-Селье, стресс – это не специфическая реакция организма на предъявляемые ему требования и рассмотрение этой реакции общего адаптационного синдрома. Следующая стадия процесса. Это я просто вам напоминаю, чтобы мы понимали, что как же проходит, собственно говоря, период адаптации. Ганс-Селье определил следующие стадии стресса как процесса. Первое. Непосредственная реакция на какое-либо воздействие. Ну, в данном случае у нас воздействие изменения условий взаимодействия ребенка с окружающей средой. Независимо от того, дошкольное это образовательное учреждение или школа. Это будет стадия тревоги. Тогда, когда появляются определенные симптомы, которые соответствуют ожиданию какой-либо опасности. Все, что неизвестно, что непонятно, то, естественно, что возникает ощущение опасности. И, соответственно, у маленького ребенка это гиперактивность выраженная, потому что, естественно, что эволюционно тревога у нас связана с необходимостью ее избегать. То есть убегать от этой опасности. Поэтому, естественно, что будет вот такая реакция. Так же, как и у младшего школьника. Вот эта гиперактивность внезапно возникающая, бывает она. И родители действительно говорят, что, вы знаете, в детском саду этого не было. Пошли в школу, началось, он сидеть не может совершенно на месте. И я помню, подруга моя звонила мне, когда ее сын пошел в школу и говорила, слушай, он что-то ненормальный какой-то у меня стал, когда пошел в школу. Это было первые недели. Я говорю, что случилось? А он приходит из школы и начинает просто бегать кругами по квартире. Ну, естественно, что ребенок очень ответственный. Он сидел на месте. Ну и, естественно, все накапливалось у него в мышечной системе. И от этого необходимо избавиться теперь, прежде всего, от той молочной кислоты, которая образовалась в результате того, что он неподвижно себя вел. Следующее. Продолжается воздействие неблагоприятных факторов. Психологических, физиологических, физических, каких хотите. Но, естественно, что организм в стадии резистенции пытается приспособиться. Приспособиться. И вот эта стадия резистенции, она уже добавляет выраженные нарушения со стороны, например, сна, со стороны аппетита, со стороны эмоционального реагирования. Или эмоции проявляются очень бурно, внезапно. Появляется импульсивность в поступках. То есть организм пытается таким образом избежать вот той тревоги, вот той мнимой или реальной опасности, которая у него присутствует в его жизни в данный момент. Ну и следующее. Тогда, когда адаптационный процесс выстроен неправильно, ну, прежде всего, раз мы говорим в отношении детей, то, естественно, что взрослые люди, помимо того, что изменились вот эти взаимоотношения, условия, они еще добавляют что-то, может быть, эмоциональное, повышают нагрузки физические, эмоциональные, интеллектуальные. Ребенок не выдерживает и применительно к адаптационному процессу у детей, и наступает стадия истощения. Основные черты психического стресса, ну, это как определение, да? Стресс в состоянии организма и его возникновение предполагает между, взаимодействие между организмом и средой. Вот то, о чем мы с вами говорили. Изменилась среда, и, соответственно, это состояние мы можем назвать стрессовым состоянием. Следующее. Стресс более напряженное состояние, чем обычное мотивационное, оно требует для своего возникновения восприятия угрозы. Вот о чем я вам и говорила. То есть любую незнакомую ситуацию до ознакомления и принятия каких-то правил, которые в этой ситуации приняты, ребенок будет воспринимать стресс как угрозу. То есть вот это состояние как угроза. И, соответственно, ну, раз угроза, надо защищаться. И вот в этот момент может проявляться и в том числе и агрессия защитного плана. То есть он начинает кричать, визжать, не пойду в школу, не хочу и так далее. Потому что школа для него угроза. Ему недостаточно понятно для его возраста объяснили, для чего ему это нужно. Мотивация. Мотивация другая. Объясните семилетнему ребенку, для чего ему нужно учиться. И давайте вспомним, какие наиболее такие мотивационные фразы используют взрослые люди. Не будешь учиться, пойдешь в дворники. Не будешь учиться, будешь дурачком. Не будешь учиться, я тебя накажу. Вот, ну, на каком-то этапе, может быть, эта мотивация и поможет, но поможет тому, что он выполнит это задание. Но ни в коем случае это не поможет тому, что стресс уменьшится. Явление стресса имеется, имеют место тогда, когда нормальная адаптивная реакция недостаточно. Вот об этом мы позже будем говорить, что должно быть постепенное, постепенное вхождение ребенка в определенные условия. Тревога обозначается, ну, в общем, как ощущение неопределенной угрозы, чувство диффузного опасения и тревожного ожидания, неопределенное беспокойство и представляет из себя наиболее сильно действующий механизм психического стресса. Ну и вспомните, что вы чувствуете, когда у вас взрослого человека тревога определенная. Ну вот смотрите, здесь Зоя Анатольевна задает вопрос. Она-то обязательно стараться ограждать ребенка от стресса, заранее объясняя все, что с ним будет. Ну, во-первых, начнем с того, что маленькому ребенку вы не сможете объяснить, объяснить в доступной ему форме, что с ним будет. Например, детский сад, начальная школа – это показать. Не рассказать, не объяснить, а показать, что интересного в детском саду, что интересного в школе, что интересного будет тогда, когда он перейдет в пятый класс. И что с ним будет интересного, нового, когда он будет новичком в классе. То есть, да, это мы уже объясним в пятом классе. Но желательно, в общем-то, когда меня просят провести какие-то коррекционно развивающие мероприятия, то, конечно, это, ну так как я арт-терапевт, конечно, я люблю арт-терапевтические методы включать. И мы с ними тоже показываем. Ограждать от стресса. Как вы будете ограждать от стресса? Любая новая ситуация – это определенная, другая ситуация, в которой ему нужно приспособиться. Если он не будет приспосабливаться сам, внутренне, физиологически, психофизиологически, физически, интеллектуально, эмоционально, он не сможет сделать следующий шаг. Вот мы в результате стараемся ограждать ребенка от стресса и получаем инфантильную личность в 25, в 30, в 35, в 40 лет. Поверьте, это действительно так. К сожалению, сейчас подросло поколение. Целое у меня большое количество клиентов, которые приходят ко мне в возрасте ориентировочно где-то 30-35 лет. Стресс нормально ли для ребенка? Ну вот давайте мы все-таки закончим, что же такое стресс и необходим ли он? И на какой стадии должен окончиться процесс адаптации? И мы будем говорить о том, что ребенок удачно адаптировался, успешно адаптировался. Смотря какой стресс. Если вы будете искусственно создавать жестокие стрессы, то, конечно, категорически нельзя. Поэтому вопрос, пожалуйста, конкретизируйте, Зоя Анатольевна, что вы понимаете по стрессам, чтобы у нас не было с вами разногласий. Вот смотрите, тревога, нужен ли стресс? Потому что тревога – это хвостик стресса, обязательно. Тревога обязательно будет. Он может как охранительную, так и мотивационную роль играть в жизни человека. С возникновением тревоги усиливается физическая активность и характер тоже может меняться. Единственное, что те моменты, которые позволят ему успешно адаптироваться, они должны быть обязательно. Должны быть обязательно присутствовать. И в этом ему должен помогать взрослый человек. Но тревога может не только стимулировать активность, но и способствовать разрешению тех адаптивных стереотипов поведенческих, которые недостаточно сформированы. И может замещать более адекватными формами поведения. Собственно говоря, вот это и есть способность человека адаптироваться достаточно быстро в новых условиях, дальше уже в более адекватной, успешной форме. Так, извините, это не тот файл, не убрала я. Ну и давайте, смотрите, давайте, как же мы будем изучать уровень адаптации ребенка в детском образовательном учреждении. Но прежде всего поговорим о том, сколько же продолжается процесс адаптации ребенка. Процесс адаптации ребенка – это такое состояние, которое будет сугубо индивидуальным. В среднем, да, в среднем проходит период адаптации ребенок от трех до четырех недель, независимо от возраста. Но есть дети, которые адаптируются гораздо медленнее. Это будет связано, например, в детском дошкольном образовательном учреждении. Тогда, когда ребенок, например, походил, заболел, походил, заболел. И вот этот процесс не успевает у него пройти правильный путь. То есть вот все те факторы, то есть вовлечение, принятие роли, эмоциональное реагирование, поведение, принятие правил и так далее. Поэтому, естественно, что может продолжаться этот период до полугода. Ну, вопрос может возникнуть, а также бы с теми детьми, которые, к сожалению, не могут посещать дошкольное образовательное учреждение. Они дезадаптируются, и адаптация практически не сдвигается с мертвой точки. Нужно ли продолжать вводить ребенка в детское образовательное учреждение? А здесь нужно кардинально будет поменять стратегию, когда ребенок пойдет в детский сад повторно. То есть понять, с психологом, с воспитателем разобрать эту ситуацию, по какой причине ребенок не адаптируется. Это может быть какие-то заболевания определенные, которые не позволяют ребенку, ну, например, центральной нервной системы, которые вызывают раздражение, головную боль у ребенка, недомогание, громкие звуки, активная двигательная активность выраженная. Поэтому, естественно, что следующий этап будет совершенно другим. Так, привести примеры манипулирования. Вот здесь задали вопросы по поводу манипулирования. Немножко похоже. Хорошо, Наталья Евгеньевна? Что манипулирует? Естественно, манипуляция у детей начинается в каком возрасте? Манипуляции начинаются, ну, я не могу сказать, что это в чистом виде манипуляции, но уже с очень-очень раннего возраста. Малыш засыпает на руках, внучка, вот, например, все спит, все перекладываем тихонечко в кроватку, глазки открываются, ага, вы проснулись. Почему вы нас положили? Надо нас, королевошну, взять и дальше мы будем, как только берут на руки, тут же полное расслабление и ребенок засыпает. Ни капризов, ни криков, ничего нет. Просто, ага, и все, надо брать на руки, потому что спать не будет. Вот, что, в общем-то, период адаптации, здесь нужно очень внимательно посмотреть, не признак ли это дезадаптации и действительно ли это манипуляция. Потому что, да, манипуляция возможна. Ну, вот, правильно, если у вас, Наталья Евгеньевна, есть такой пример, раз вы задаете такой вопрос, напишите, в чем, по вашему мнению, состояла манипуляция. Следующий, метод опроса родителей. Так, метод наблюдения, давайте еще немножко. Метод наблюдения, наблюдение в процессе просто отстранено, да, когда мы просто наблюдаем за ребенком, приходит группа психолог или воспитатель, и наблюдает за ребенком. Как ребенок играет? Ну, для наблюдения нам всегда необходимо поставить определенные вопросы, на которые мы хотим ответить. Ну, вопросов больше пяти ставить нет необходимости, потому что ответить, следить за ребенком постоянно, отвечать на эти вопросы достаточно сложно. Можно составить опросник. Именно здесь в большей степени, конечно, индивидуальный будет дневник наблюдения, когда вы будете наблюдать за какими-то специальными, определенными моментами в поведении человечка. Вот, ребенок говорит, что он планирует остаться на сон, но когда приходит время сна, начинает истерить, но мама просит позвонить в течение дня, очень переживает. Ну, это не манипуляция, вот это к вопросу о том, что, во-первых, сколько ребенку лет, что вы договариваетесь. Ребенок во времени не ориентирован. Он ориентироваться во времени в целом, начиная к десяти годам психофизиологически. И договариваться утро вы можете о чем угодно. Он может вам подвечать чего угодно, не думая о том, что это будет еще не скоро или, наоборот, очень скоро. Поэтому ни в коем случае нельзя договариваться. Ну, а мама переживает, ну, мама всегда будет переживать, даже когда взрослый ребенок будет и придет на работу, мама тоже будет переживать в этот период адаптации очень-очень сильно. Но ребенок, чем младше ребенок, планирование невозможно. А плачет, ничего страшного, ляжет спать. Если вы правильно провели период адаптации, потому что оставлять сразу на сон не надо. Ребенок сам останется на сон. Без договоренности с вами. Если ребенок двух с половиной плачет, так, сон не интересуется игрушками. Ну, два с половиной года нужно смотреть, насколько он приходит. То есть это вот немножко дальше мы с вами будем говорить, о том, как правильно построить процесс, особенно в дошкольном образовательном учреждении, для того, чтобы ребенок привыкал. Она приходит и забирает ребенка четыре года, и до этого времени не ходила в сад. При этом мама хочет, чтобы она оставалась на сон. Ну, мама много чего хочет, а ребенок не все может. Следующий метод опроса родителей. Я вам привела там приблизительную анкету, которую вы можете сами тоже отредактировать или использовать в том виде, в котором есть, добавить какие-то вопросы. Ну, вот это опрос родителей для того, чтобы вы уже смогли еще и домашнее поведение оценить, когда ребенок уходит домой. Ну, и психолого-педагогические параметры определения готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение. Это уже методика печора, и можете ее использовать. Их достаточно много и уже опробованных, поэтому, пожалуйста, используйте. Следующий. Вот смотрите. Как, потому что все-таки самый сложный процесс адаптации происходит именно в детском саду. что нужно сделать, потому что два с половиной-три года ребенок, ему достаточно сложно определять по времени, и с мамой очень многие дети, большинство не расставались до сих пор. Но я не буду говорить о том, что ребенок перед тем, как должен пойти в школу, должен иметь определенные физические возможности. Это, прежде всего, его развитие. Далее у него должен быть четко дома уже сформирован режим дня и питания, который будет во многом похож в детский сад. Для этого не так много времени нужно, месяц-два для того, чтобы ребенок стал, вот, спит час, просыпается, начинает просить маму. Поэтому режим дня должен быть отрегулирован, особенно у маленького ребенка. Особенно у маленького ребенка. Поэтому питание не чипсы, не соки, не вкусняшки, а именно та банальная каша, суп, котлетка, компотик, запеканка, которыми его будут кормить в детском саду. Родители должны четко понять, что никто не будет создавать индивидуального питания и индивидуального режима дня для вашего ребенка. Этого не будет. Это дошкольное образовательное учреждение со своими четкими правилами. И когда родители приходят и начинают стучать кулаком, почему мой ребенок плачет по утрам, так вот родители пусть зададут этот вопрос себе. Ну и вот, и естественно, что это те гигиенические навыки и навыки самообслуживания, которыми ребенок должен владеть, потому что в садике ему придется это делать самостоятельно с небольшой помощью воспитателя или няня. Ну и все, сделали мы все это. И нам дали место в детском садике, и мы идем в детский садик знакомиться с ним. Экскурсию. Сначала просто экскурсию. Как будто бы мы идем мимо садика. Не надо создавать каких-то определенных бесед с ребенком. Вот мы сейчас пойдем в детский садик, ты там будешь оставаться, играть. Не надо. Это маленький ребенок. Я еще раз говорю, не надо беседовать с ним. Ему нужно показывать и называть конкретными вещами действия. Не забывайте, что до пяти лет преобладает наглядно действенное мышление, но уже начинает ближе к пяти годам формироваться наглядно образно. Пока действие. Мы прогулялись до детского садика, обратили внимание на что. На что мы можем обратить внимание? Какая площадка, какие игры, во что играют ребятишки, какие красивые качели, карусели, беседка и так далее. Ну и можно прийти домой и вот тут уже показать, что он будет делать в детском саду с ребятками. Вот мы с тобой вместе поиграем. Давай, во что мы поиграем? Ну, придумайте какую-нибудь группу, в которую вы играете чаще всего. Почитать книжки, порисовать, попеть и так далее. Вот мы с ребятами это делаем. Дальше. Не одно путешествие в детский сад. Следующее. Какие детки веселые? Что детки делают? Детки играют. Во что играют? В хоровод играют. Кошки-мышки играют. Все, что там происходит. Вот здесь мы показываем ребенку. Обращаем его внимание. Без интерпретации, пожалуйста. Детки играют в хоровод. Им весело. Весело. Они смеются и так далее. Хорошо, если кто-то ходит из более старших или знакомых в детский сад. Можно договориться со знакомыми, например, или со своим братишкой-сестренкой. Пойти в детский сад. Тот детский сад, скорее всего, в который пойдет и маленький малыш. Ну и разговор мы как раз и говорим о том, что Витя ходит в детский садик и Петя тоже пойдет в детский садик. Вот мы создаем мотивацию Пете, потому что хорошее отношение с Петей у Вани там и у кого-то. И поэтому как Петя, как взрослый, ты пойдешь в детский сад. Как Петя. Как Петя. Вот. И естественно, что обязательно нужно в процессе, тогда, когда мы начинаем приучать ребенка к детскому саду, мы должны эмоционально его поддерживать и очень серьезно. Ни в коем случае не делать из него взрослого, а даже, может быть, чаще его обнимать, почаще говорить, что я тебя люблю, целовать, брать на ручки и так далее. Тем более, что в этом, я не знаю, как у вас, дети, но у меня было то, что и в 7 и в 8 лет дочь, когда была взрослая, периодически на нее вечером особенно нападала. Мамочка, возьми меня на ручки, покачай меня. А в 4-5 лет, мам, заверни меня, как маленькую простынку, потому что у подруги моей появился второй малыш, и она видела, как малыша заворачивает, Маратика, но и она носила то же самое. Заворачивали, завязывали, ленточкой носили, с папой на руках, ну, потому что и так необходимо. Снизить требования, даже если ребенок будет себя плохо вести, быть более снисходительным, постараться его не наказывать. Потому что, еще раз говорю, это не агрессия нападения, это агрессия защиты. А призы – это проявление усталости, прежде всего. Следующее. Не надо сразу отдавать на целый день. Родители должны понять, что месяц, а то и полтора-два придется, и особенно, если ребенок не приучен к режиму, к режиму питания и так далее. Надо ходить ненадолго. Вначале, возможно, что дети будут ходить и с родителями находиться, например, дошли до раздевалки утром, посмотрели, как дети раздеваются. Но желательно, чтобы в этой группе уже дети были адаптированы, не проявляли какие-то моменты дезадаптации, не ревели, и для того, чтобы не пугать ребенка. Ну и, естественно, как мы будем определять, что можем оставить ребенка подольше, когда ребенок сам остается, когда ребенок просит, мама приходит за ними или папа, ребенок говорит, оставь меня, пожалуйста, я еще доиграю с ребятками. Да, нужно оставить это. Если вы, приходя домой, обедаете, как в детском садике, а потом обязательно укладываете ребенка спать, то никаких проблем в следующем оставлять на сон его не будет. Никаких эмоциональных повышенных нагрузок. Массовые мероприятия, а то тут начинаются у нас игровые площадки и батуты, и все, что хочешь, и мультики бесконечные, когда ребенок пришел из детского сада, ну и какие-то другие изображения, игры, может быть, видео. Все это необходимо не просто ограничить, а желательно вообще убрать. Слезы и капризы. Это вот как раз манипулятивное поведение, формирующееся. В данной ситуации папа лучше всего, как лекарство от всех этих капризов. И папе больно не забалуешь. Поэтому папа, у нас вот старший, когда мы его отводили, а мама отводила, и в истерике каждый раз звонила мне, что делать, он орет благим матом. Хотя, в принципе, он очень адаптированный, на наш взгляд, ребенком был очень коммуникабельным, и режим соблюдали, то есть готовили его к детскому саду серьезно. Но дело в том, что как только папа пошел с ним в детский садик, в общем-то, капризы прекратились в этот же день. Все. Папа походил с ним недели две, поотводил, хотя это, конечно, были определенные проблемы. Папе приходилось его рано отвозить, на работу торопился. Мама, конечно, ревела, дома сидела, но, тем не менее, он привык. Он привык, и потом уже, когда пошла сестренка, через два года после него в детский сад, проблем у сестренки, в общем-то, не было, потому что они шли за ручку в один и тот же детский садик. Ну, вот по поводу детского сада, что касается, конечно, здесь прежде всего, еще раз говорю, прежде всего режим, режим, еще раз режим. Ну, времени у нас немного, поэтому я перейду к школьной адаптации. Вопросы задавайте, я буду отвечать. Ну, вот по поводу того, что, Григорий Николаевна, что делать, если ребенок хорошо остается на сон, он спит, час просыпается, начинает плакать, просить маму. Ну, здесь, извините, воспитатель должен предугадать это и дать возможность ребенку, ну, не может спать, начинает плакать. Отвлечь ребенка. Как можно ребенка отвлечь от слез? Да ну, позвать его, потому что следующий же будет полдник. И пригласить его, не пытаться его уложить категорически, вызывая еще большую бурю, да. Поэтому, естественно, что попросить его тихонечко, очень тихонечко выйти из спальни, на мой взгляд, и попросить его помочь нянечке собрать полдник или помочь разложить что-то к занятиям, например, которые следующие будут. Обязательно. Поэтому здесь вариантов очень много, как отвлечь малыша. И поэтому проблема эта, как правило, проходит в течение недели, если бы очень рассудительно делал воспитатель. У меня были курсы с воспитателями, и девочки делились вот теми практическими примерами, которые были в их жизни. И вот одна из мам пришла у меня, одна слушательница, говорит, вы знаете, я уже готова была сегодня увольняться. Что случилось? Мальчик с большим трудом остается, со слезами, но в большей степени, говорит, он где-то на этом манипулятивное такое поведение в отношении мам, потому что она облизывает его, обещает ему вечером шоколадки принести, вот он рыдает, рыдает. Но и воспитатель понял, что, в общем-то, ребенок успокаивается, когда на него перестает обращать внимание. Очень грамотно, на мой взгляд, это было сделано очень грамотно. Она тихонечко его сажает, а так как на улице была зима, еще утром, естественно, темно. Она сажает его тихонечко в спальню. Иногда ребенок, если он не доспал, он прикладывается и спит где-то полчаса, часик, она его не трогает, потому что в противном случае он будет плакать целый день, а потом он тихонечко оттуда выходит и подсоединяется к другим деткам уже. Обычно потом это все стало уже заниматься, ну, говорит, 5-10 минут, и он успокаивается. А тут мама шла мимо спальни, вероятно, малыш ей сказал, что он сидит, успокаивается в спальне. Мама возмутилась жутким образом, и когда оставила ребенка, она прошла мимо окон спальни, а там же стекла-то свет пропускают, и она увидела, что он сидит. Она пошла к заведующему, строила дикий скандал по поводу того, что вот так вот к ребенку относится, и если еще такое повторится, она уволит по статье воспитателя. На мой взгляд, воспитатель делал очень грамотно, и если бы не вмешалась мама еще несколько дней, ребенок перестал бы плакать. Так, ребенку 4 года, до обеда ведет себя хорошо, играет с детьми, занимается, когда приходит время сна, начинает истерить, душит себя, вызывает рвоту, носом не остается, на следующий день идет в сад охотно. Но здесь, ну, во-первых, давайте, пожалуйста, не используйте вот это слово, истерить, потому что истерия – это заболевание. Это заболевание, заболевание характерологическое, психосоматическое, и поэтому, естественно, что начинает капризничать, плакать, душить себя, вызывать рвоту. Здесь нужно очень четко поговорить с мамой, почему у него такое отношение к сну. Может быть, он испуган, может быть, кто-то ему делает больно, когда он спит, может быть, мама его удерживает, или папа удерживает его в кровати вот таким образом. Здесь поведение ребенка четко отражает то поведение, которое он проявляет дома, прежде всего. Жду школьную, у меня пятый класс, ясно. Сейчас. Здравствуйте, работаю в детском саду, мальчик 6 лет, уже 2 месяцев, каждое утро учит. Когда мама уходит, маме это не нравится, но сразу успокаивается, как только она выходит за дверь. Она просит воспитателя что-нибудь сделать, чтобы он за ней не подокупился. Этой, что делать? Ну, во-первых, выяснить, почему ребенок плачет 6-летний, как давно он приспособлен, приспособлен ли он к детскому саду уже. Ну и здесь в большей степени проявляется манипуляция, вероятно, такое поведение для него характерно в отношениях с мамой. Здесь работа с мамой, только с мамой. Выяснение всех нюансов, почему ребенок себя так ведет. Ну и школьная адаптация, потому что он запрос. Есть приспособление ребенка к личному учебному коллективу, классу, нормам поведения, взаимоотношения в новом коллективе. Это первый, пятый, ну и новички. В большей степени, естественно, что школьная адаптация будет зависеть от следующих факторов. Индивидуальные особенности ребенка – характер взаимоотношений с окружающими. Мы с вами знаем, что дети, которые в детском саду адаптированы, посещали его достаточно длительно. И, естественно, что такой ребенок, ну то есть его поведение в детском саду соответствовало тем нормам, которые там были приняты. То такой ребенок, естественно, достаточно быстро будет приспосабливаться к школе. Тип учебного заведения – уровень сложности образовательной системы, образовательной программы. Естественно, сейчас амбиции родителей приводят к тому, что к концу второго, начала третьего класса наступает такая выраженная дезадаптация, как ни странно, да, то есть тогда, когда начинается вот этот период оценки успешности во втором классе, а ребенок явно не справляется с программой, ну не может он справляться, он среднестатистический ребенок. У меня был недавно случай, когда, ну не ребенок уже, взрослый человечек, в 10 класс, поступил в 10 класс, ну все учителя говорят, что он не сможет обучаться в 10 классе. Ну там мама очень странная форма, вообще даже сложно сказать, что за воспитание. Ну насколько я поняла, у мамы психические заболевания, по типу маниакально-депрессивного психоза. И она, фраза звучит постоянно из уст ребенка, звучала эта фраза неоднократно, когда мы с ним беседовали, что лучше сдохнуть, чем обучаться в гуманитарном, а не в математическом классе. То есть, вот понимаете, к чему это привело? Ну к очень серьезным последствиям ребенок попил таблеток, ну и, естественно, что попил на консультируцию специалистов. Ну и степень подготовленности ребенка к школьной жизни. Ну вот, по поводу продолжаться адаптации ребенка, если он ходит, то ходит, то не ходит. Ну вот это тот ребенок, который будет до полугода приспосабливаться, пока действительно у него там не начнутся интересные занятия, у него будет лежать душа, ему будет интересно. Ну вот смотрите, основные трудности, с которыми сталкиваются и дети, и педагоги в период адаптации, независимо от того, какой это период. Детские, пятый, дошкольное образовательное учреждение, первый класс, пятый класс. И вот смотрите, трудности включения в работу, низкая нормативность поведения, неорганизованность. Понятно это все, да? То есть, первое, не приучили в школе, не приучили дома к детскому саду, к школе, в пятом классе изменяются требования, и, естественно, что и появляется вот эта низкая нормативность поведения. Не умение осуществлять самоконтроль. Почему и выделены-то эти этапы, как наиболее трудные для адаптации возрастные этапы. Затруднение восприятия информации на слух, просеянное зрительное восприятие. Глаз-рука, ухо-глаз, ухо-рука, и все три вместе, они еще недостаточно синхронно работают. То есть, это тоже абсолютно нормально, это психофизиологические особенности, и на это нужно обязательно обращать внимание. То есть, вся информация, которая воспринимается на слух, она должна быть обязательно зрительными образами и так далее. То есть, здесь обязательно. Вся проблема в том, что у нас всегда и сейчас особенно различные дети в одном классе. И прежде всего, это дети, которые способны быстро работать, и дети, которые медленно работают. Почему? Темперамент. То есть, вообще, в идеале, конечно, здесь был бы подход такой, что детям с уравновешенными типами темперамента даваться одно задание, другим другое, время определять. Но, к сожалению, тут быть не может. То есть, индивидуально здесь очень сложно. Способность концентрирования внимания и тучи с работы не соответствует возрастным нормам. Тоже по многим причинам. Вот этот инфантилизм, интеллектуальный инфантилизм в том числе, он, к сожалению, сейчас приобретает, ну, такие, скажем, не глобальные, но большие такие объемы. Действительно, очень сложно. Это касается в том числе и интеллектуального развития. Ну, и память, естественно, кто-то запоминает быстрее, кто-то запоминает ниже. Но вот это трудности как раз и появляться будут в период адаптации. Когда ребенок адаптируется, а он адаптируется, и вот это все будет соответствовать нормативам, которые предложены ему здесь. Ну, и вот смотрите, изнаки успешной адаптации. Удовлетворенность ребенка процессом обучения. Справляется с программой. Самостоятельно. К взрослому обращаются только тогда, когда совершают несколько попыток справиться. Но, как правило, когда взрослый ему объясняет что-то, он говорит, все, 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 я понял, все, и быстро, быстро делает. Ну, и удовлетворенность с межличественными отношениями. Вот смотрите, по поводу пятых классов. Конечно, в первом классе эта успешная адаптация, она, конечно, ну, попозже. Потому что, например, все равно мы оставляем за собой право отодвигать диагностику уровня адаптации на конец первой четверти, если по четвертям, или на конец октября, если это триместры. То есть мы даем время гораздо больше, чем вот я вам описываю, что две-три недели. Мы даем гораздо больше для того, чтобы ребенок адаптировался. Для чего? Ну, потому что вот гораздо сложнее, чем в детском саду, потому что требований много, есть домашние задания и так далее. И, естественно, что вот это особенно появляется в пятом классе. Почему? Потому что вот это, вот эти, удовлетворенно смешличественными отношениями с одноклассниками и учителем, оно так или иначе мотивирует ребенка идти в школу, быть лучше, делать как другие, самостоятельно и так далее. То есть тогда, когда у него хорошие складываются, вот именно уже межличностные отношения, потому что в первом классе коллектива как такового со всеми его характеристиками и вытекающими обстоятельствами еще пока нет. Он только-только начинает формироваться, но вы согласны, что в первом классе неравные, неравноправные отношения, далеко неравноправные. Авторитаризм учителя, он должен присутствовать, потому что правила устанавливает учитель. В пятом классе, когда ребенок уходит в пятый класс, естественно, что устанавливает определенные правила и классный коллектив. Что делать в такой ситуации, когда мама просит... Сейчас я объясню. Работаю в саду психолога, мальчик шести летом, мы с вами разобрали, сколько может. Так, что делать в такой ситуации, когда мама просит ей помочь, но усилия она не прилагает? Ну, как я вам могу сказать? Вот я вам уже говорила такое выражение, дятел, 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 дятел. Вот дятел стучит, 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 стучит маме по голове, внушает, внушает ей. Когда-нибудь вы там червячка вытащите. То есть мама начнет вам реагировать. Ну, вы знаете, что таких мам достаточно много и в детском саду, и в школе, к сожалению. Здесь нужно только индивидуальный подход к маме, индивидуальный подход к ребенку, использовать, во всяком случае, все те необходимые мероприятия, которые вы должны сделать. В вашей практике алгоритм взаимодействия, распределения ответственности между психологами и воспитателями, другими специалистами, например, музыкальный руководитель, где появляется новый ребенок, от прямого до аналитической отчетности. Ну да, это целый процесс, и естественно, что это в чистом виде воспитательные мероприятия, педагогические мероприятия, потому что все, кого вы предложили, это прежде всего педагоги. Поэтому аналитическая отчетность в детском образовательном учреждении, аналитическая отчетность, появляется отчет психолога, и отчет музыкального работника. И если вы хотите, чтобы ваш аналитический отчет был более полным, значит, введите текущие какие-то дневники наблюдений, прежде всего, составляйте сами какие-то определенные опросники для родителей. И вот у вас анализ как раз и будет, с чем ребенок пришел, и с чем ребенок сейчас, например, в прошествии по угодия находится. Ну, аналитический отчет, то есть у каждого специалиста своя, у психолога есть аналитический отчет, который позволяет ему как раз вот эти мероприятия и проанализировать. Ребенок часто болеет, сильно плачет. Прокомментируйте, пожалуйста, оценку результатов ребенка по методике «Мой класс». Но дело в том, что там она визуальная, и каждая группа или отдельно стоящий ребенок, она очень приблизительная, скажем так, субъективная. Но дело в том, что проводя с классом вот эту методику «Мой класс», она эффективная. Вот, и естественно, что в данной ситуации мы с вами можем определить тех детей, которые имеют, к сожалению, определенные проблемы со взаимодействием в классе. Или далеко от учителя, или смотрят в окно, уходят в коридор на переменку. Вот, но дальше мы начинаем разговор у ребенка, с ребенком по, когда мы выявляем, что, например, стоит он отстраненно где-то, да, один, или смотрит в окошко, или выбегает на переменку, мы начинаем с ней беседовать, что и как. Так, давайте закончу сначала, с этим, я буду уже отвечать на вашу, потому что немного у нас времени. Ну, и дезадаптация, видите, здесь у нас четко с вами, прежде всего, физическое его состояние, его высказывание и его поведение, ну, прежде всего, это, конечно же, физиология. Кстати, признаки дезадаптации, это та самая фаза истощения, которая может привести к серьезным с психосоматическим проявлением, ну, и серьезным изменением со стороны поведения ребенка. Вот. Ну, и мои, пожалуйста, реквизиты, так называемые, по которым вы можете со мной связаться. Ну, вот у нас еще осталось немного времени, отвечу на ваши вопросы. Ребенку 6 лет, все 4 года, он, приходя в шансик, спрашивает, целый день я буду или нет. Если говорю, что я меняюсь, он начинает плакать и просить к маме забрать его раньше. С мамой я беседовала, она говорит, что дома она его каждый день настраивает, идти в садик, семья адекватная, всегда у нас двухостороннее общение. Как с ним быть, ведь мы выпускная группа. Ну, выяснить, почему проблема у него возникает, тогда, когда приходит другой воспитатель. Что такого? Что такого? Поэтому обязательно должны мы выяснить, что и как. Ну, по-моему, мой класс, я вам объяснила. Часто болеет, сильно плачет. Ну, вот, в конце процессу адаптации, для того, чтобы все-таки мы начали заранее. Я вам дала для ДУ методики, для, конечно же, в большей степени мы с вами будем говорить о том, что использовать нужно вот методику для классного руководителя. Если класс проблемный в данной ситуации, психолог в течение какого-то определенного времени посещает уроки, наблюдая за детьми во время перемены, того, чтобы все это четко-четко определить, какой ребенок там дезадаптирован. По поводу пятого класса, это, конечно же, методика Филипса. Ну, и если есть какие-то определенные проблемы в формировании, или, например, вот это класс сборный, то есть, вот как вот у меня в этом году один класс сборный, и, естественно, что здесь желательно бы провести и взять любую методику на изучение психологического климата в классе, но и обязательно социометрию, то есть выяснить, есть ли уже признаки формирования коллектива, и что нужно сделать для того, чтобы ребенок тот или иной, уже необходимо заняться с ними коррекционно какой-то определенной работой коррекционной. Ну, я надеюсь, то, что я вам представила, там ничего нового такого нет, поэтому, пожалуйста, если есть какие-то вопросы и необходимость к консультации индивидуальной, то, пожалуйста, пишите мне на почту, мы с вами уже будем обсуждать тот или иной вопрос. Если вопросов больше нет, ребенок во втором классе, учитель разговаривает очень громко, почти кричит, ребенок замыкается, начинает молчать. Как научить его реагировать по-другому? Ну, здесь, извините, Алена Михайловна, это работа с педагогом, объяснить педагогу, что орать не надо. Не надо орать, потому что наверняка есть в классе вот такие дети и не один, и не два, которые, ну, реагировать будут страхом на эти вопли и могут реагировать, особенно если есть повреждения центральной нервной системы, реагировать на эти вопли, ну, вот так, как реагирует мальчик, перестает, начинает замокаться, молчит и так далее. Почему ребенка нужно приучать к тем воплям, которые совершенно неадекватны? Поговорить с учителем, потому что взрослому человеку лучше понять это все. Ну, вот, вроде бы все, если кому-то не ответила, пожалуйста, еще раз регулируйте. Я еще раз говорю, мой класс, это все-таки не позволит нам выделить степень дезадаптации, ее выраженность, а позволит нам только определить, что что-то не то. Так, правильно ли я поняла несколько нужно при психофизиологическом? Да, Александра Викторовна, это психофизиологическое состояние, прежде всего, маленького ребенка особенно. Это семья, насколько семья контактна с ребенком, с вами контактна, потому что, естественно, что продолжение режима дня и так далее, все должно быть скоординировано в детском саду и дома, это естественно. Ну и тяжелая адаптация, это может быть еще и ну, искать причину в психическом здоровье ребенка. Здоров ли ребенок психически, может ли он адаптироваться, потому что, к сожалению, есть такая категория детей, которые адаптироваться не смогут по определенным своим психическим нарушениям. Ну и, ну если нет больше вопросов, большое вам спасибо. Первого декабря мой следующий вебинар, ну и следите, пожалуйста, на сайте за нашими курсами, которые мы запускаем сейчас, и они будут касаться разных областей, ну и тех областей, которые наиболее по сегодняшней встрече. Большое спасибо всем участникам. И сейчас хочу напомнить для тех, кто будет смотреть нас в записи, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки при просмотре записей вебинаров Директ Академии. Это не только выражение вашего эмоционального отношения к автору, к теме, к подаче материала, но еще и возможность поднять этот ролик в рейтингах и сделать его более видимым для других людей. И плюс еще наиболее популярные темы, наиболее популярные ведущие, те, кто набирает больше лайков и за просмотры тоже. Естественно, мы эти темы будем продолжать развивать и давать больше, может быть, времени нашим спикерам, планируя последующие вебинары на дальнейшее. Поэтому это ваш голос в защиту темы спикера подачи материала. извиняя в лаком полностью на авто с подачи Продолжение следует...